приветик не спящие все остальные любители мыльных картинок мы продолжаем 24 я не помню вот это наверное а поставив еще пару минут вслед за ней отправился в каюту я а я отправился в настройки и включать full screen черный экран такс сжигать деревне и грызть край счета под настойка из мухоморов неопределенно не светит о чем это он не в то время не те люди мне не то время поэтому остается только одеться заняться своим занять свои места согласно расписанию и отправиться изучать основной источником мрамора всея короле им бывший источник если он затоплен значит кто-то решил что туризм в этом забытом уголке куда важнее чем мраморные полы и колонны в северной столице мне еще кое-что надо авточтение смысле авточтение уже нет озвучки звуки окружения музыка еще авточтение а это авточтение все ясно а как оказалось тот кто меня собирал учел все включая теплую одежду куртку ветровку забавным подсолнухом на груди и ботинки у меня наверное здесь есть какие-то родители догадался я правда почему за мной приглядывают аж трое человек и это не считая и анки которая вчера составляла мне компания 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 исключительно по собственному почину возможно в будущем я прыгну в жизнь получше и я постарше и в легенде не зияет черным наркомании девочки рядом добрее решительные да иначе вообще ничего светить не будет спасибо зануда кофта длинные штаны куртка ботинки хотя и не факт с неудовольствием оглядел хрупкую фигуру в зеркале надернул воротник и вышел на палубу и что-то микрофон висит слишком высоко как-то лучше мы же пишем да круто лопнул дверью и с трудом сдержал крик боли еще имел ладошку неловкое тело снова сделала гадость вот каким образом между дверью вернее вот каким образом между дверью и проемом оказался указательный палец убирать надо руки то наверное когда дверь закрываешь под ногтевой пластиной фиолетовым пятном налился огромный синяк гадкое ощущение но это не себя это не синяк это кровь выливается чудо вообще что много целиком не содрал я открыл дверь и стараясь контролировать все движения аккуратно и прикрыл сунул палец в рот опять как оказалось алена все это время просто стояла рядом задумчиво наблюдая за моими мучениями одета она была также по теплому да по теплому очень по теплому гленка просто как обычно плюс ко всему на плече и и висела как это небольшая сумочка где нету не видно ридикюль кошелек было ее взгляда что-то отстраненное холодная как будто номер прищемлен прищемленные дверью пальцы моем исполнении она видела не один раз нет льда любку сядем опустишь руку за борт а а вот девушка позволил себе короткую улыбку я придержу чтобы все остальное не опустил а в этом смысле больно я кивнул все еще не вынимая палец изо рта ну да дверью всегда было больно дай сюда сейчас покажу как оказалось сумочки была аптечка на все случаи жизни зеленка йод пластырь какие-то таблетки да все случаи жизни зеленка йод куда же мы без них там видимо сестры старались предусмотреть решительно все особенно по поводу моего таланта попадать в разные неприятности и делать себе больно вот так на набрякший пульсирующий болью палец она быстро нанесла какую-то воничую мать заклеила пластырем в рот не бери отравишься за борт уже не надо пошли пристанем через десять минут ой что-то у меня сердежка болит она ну просто вкусно поел больше не тратя на меня время девушка развернулась и направилась к выходу на палубу погоди постой я догнал ее и постарался шагать с той же скоростью а почему-то так равнодушно отнеслась к тому что я ну могу попрыгать вокруг себя и по поухать если хочешь да было бы здорово да равнодушно позвала солено первые разы так и делала а что теперь изменилось скажем так если то же самое случится с ланой и лерой или стасей я буду вокруг них прыгать и помощь окажу спасибо тебе в чем разница тебе же янка вчера рассказывала неужели не помнишь а ну да не помнишь но забей тогда на палубе уже собрались все наши включая того здоровяка что спас меня на зарядке и некую полу знакомую русую девушку с еще более равнодушным чем у алены сероглазым взглядом сероглазый взгляд кажется я видел ее вчера вместе со стасей инга кажется алена кто это жопотом поинтересовался я где а вон стоит отдельно а это тетка стаськи вместо ее сестры поехала кругом одни братья и сестры да и не говори все тихо я посмотрю на на то как мы причалим вообще паскуда отвлекшись от представительницы еще одного клана на борту я проследил след за взглядом алены и в самом деле пока я одевался занимался членовредительством и переговаривался с темирязевой младший капитан успел не только добраться до излученные но и искусно лавируя завести нас вверх по реке разумеется она не была такая большая как вчерашняя но и здесь тарел особое настроение место где люди встречаются расстаются и разъезжаются вот ты где это ее просто рвет после вчерашних держитесь рядом голос ланая заткнул гудок теплохода и совершенно непонятно было откуда исходил этот громкий сигнал очевидно из рупора хотя и не факт с берега хотя бы можно было уверенно ткнуть пальцем а здесь он будто бы доносился до всех сторон капитан изволил развлекаться наконец гудок стихо перед нами всеми придерживая в левой руке мегафон оказался знакомый уже китель уважаемые путешественники сегодня в рамках культурной программы посещение знаменитого поселка русского чем таким он был знаменит меня не говорили но спорить я не стал для всех желающих через пять минут будет потом комфортабельный автобус к выходу с вокзала а теперь прошу всех проследовать на борт секунду так лучше я был уверен в том что теплоход доставит нас к самому берегу но видимо здесь для него было слишком мелко рядом с нами уже покачивался на воде небольшой речной катер кажется ракеты все загомонили зашумели потянулись на борт катера она тоже потащила меня за собой закрой глаза шепнула на мгновение над бездной хорошо что я послушал и добро пожаловать в мраморную сортовалу напоследок благословил нас китель и еще с палубы я полагаю высыпать напоследок обменявшись теплоходом гудками катер направился к причалу куда высадил нас спустя пять минут наша же экскурсия оказалась представлена сама себе полностью никто за нами не ходил не говорил куда идти не вел на поводке свобода беги куда угодно правда ненадолго уже на самой пристани спустившись вниз и распрощавшись кивками с еще одним кителем но без мегафона а мы попали в цепки и лапы местного гида она стояла так что мимо нее невозможно было пройти мимо не заметив и не оказавшись у нее на глазах на шее динамик громкоговорителя на голове американская бейсболка с отпечатанными вернее с отпечатанным в три краски орлом на груди огромный плакат транспарант радищев экскурсия заметная тетка что не говори увидев нас она тут же залезла в карман что-то там нажала и не услышал то что чуть ли не сбила с ног потом по потоком слов объявляется посадка на комфортабельный автобус к поселку русский ала на берегу майоки что программу входит посещение картины галереи художника гоглова обед в кафе русскол руссколка руссколка даже не спрашивайте меня и посещение краеведческого музея северного приладожья сама на при этом не раскрывала рта и не шевелила губами берегла дыхание карьер тетка улыбнулась она карьеровать мы только хороших мальчиков ты хороший мальчик могу лапу дать заднюю все в сборе по спискам у меня 12 человек она пересчитала нас по головам включая катюшку и того огромного мужика очень хорошо прошу следовать за мной она развернулась отправилась к выходу с пристани все это время мою руку сжимала рука алены возможно я проявил себя не самым обычным и привычным способом возможно я проявил себя но и доверия не снискал поэтому за но и особенно тщательно следили в конце концов впечатление от завтрака я неплохо подпортил едва не навернувшись с мазков на катер меня и самого это не немного смущало чего-чего проблем с координацией никогда не было у старого меня конечно возможно это как-то связано с тем что мы находились на воде на берегу я почувствовал себя куда увереннее собирался было отнять руку но на меня странно посмотрели на шипели четыре руки толкнули в автобус новенький только с конвейера базик 89 напомнил я себе они как раз только только появились новейший просто прямиком из 22 года с желтыми поручнями его с этими креплениями абсолютно не советскими да в итоге оказался на заднем пятиместном сиденье зажатый между сестрами я не помню чтобы в советских базиках вот так вот строились ряды то есть чтобы в середине вот это вот была бенч вот это вот как там она на русском называется вот это вот лавочка ни справа ни слева в советских базиках должно было быть вон там два места для инвалидов вот здесь вот справа где вход в середине место кондуктора и пластиковые отдельные стулья стоящие прямым рядом вот без всяких вот без всяких поворотов смотрящие прямиком в спину водителю все вот так было всегда крайней мере у нас компанию нам составили составила полузнакомая девочка по фамилии бусловских одной стороны в упор игнорировавшая меня и она с другой кто бы стоял не очень хорошо поэтому утреннее солнце било мне в глаза и было почти ничего не видно да возможности снялась после вчерашних откровений перестань мерить людей и отношения к себе привычной мирой чего ты забыл наверное что все они привыкли немного к другому привычка страшная вещь так просто не отмахнешься пусть она тоже считает что я с утра что-то вроде бессловесного овоща именно черт не спеши ее разубеждать пока что шокирующие новости следует подавать неторопливо тоже мне шок мальчик разговаривает по утрам и все же ланг если хочешь могу присмотреть за твоим уве увечным пока будешь картины смотреть почему не голова больше чем сиськи он не увечный я же в курсе тебя вся эта художественная чушь очень интересует лера в упор проигнорировала алену е-бэ-бэ видимо них давняя теплая любовь сомневаюсь что это хороший план пробормотала светлана твоя проблема в том что ты слишком резкая лера смехнулась и примолкла хотя и не факт никто попить не хочет тут она снимает футболку я поднял руку на держи только очень аккуратно я на ощупь принял бутылку скрутил с нее крышку в этот момент зашипела пневматика автобус подобрался и стрелой понесся вперед каких пор у нас автобусы подбираются ай ладно приду в эти диамонологи уже никого не удивляют ничего удивительного разумеется я облился я облился с терпо соседств и что-то там говорила про присмотр лера среди на спокойствие наточнил светлана я так и думала держи здесь дорога сделала поворот поэтому свет перестал бить мне в глаза я смог оценить масштаб трагедии будут арты с мокрыми майками нет жаль плотная ткань который предполагалось беречь от ветра тоже крайне неплохо впитывала жидкости а увидел полотенце которое вера протягивала светланки увидел и уничтожающие взгляды которыми они одарили меня п молчи уже сурово оборвала меня алена д воду она отняла у меня бутылку света по вздыха стала протирать и меня счастью ветровка пострадала не сильно видимо оказалось с водоотталкивающей пропиткой а вот что нам было хуже я снова собирался запротестовать у меня снова заткнули герой а то что со мной вообще такое надо взять себя в руки контролировать себя и тогда все наладится обязательно наладится это только все дальнейшее слившиеся руссу пью ярких пятен как картина в калейдоскопе будут утверждала обратно я никогда не привыкнул всю жизнь таким прохожу как герои решара в квадрате сестры были довольно сильными девочками выступает эндемома успешно берегли меня от бед который я сама вызывал но порой не справлялись а ничего только стоила эта бутылка хотя и не факт о симпатичная дорога как бы новое полотно но как бы не новое просто покрасили оказавшись в лапах смешливой девушкой фамилии бусловских я будто угодил в тиски шаг лево шаг вправо попытка побега прыжок на месте попытка улететь она непреклонно следила за каждым моим телодвижением берегла от уничтожения стеклянную витрину в краеведческом музее спасла несколько картин того самого художника с литературной фамилии и даже не позволила в очередной раз хряснуться носом после высокого порога как у нее это получалось загадка нет я не хочу обвинить ее в злобе или жестокости вся пега надо мной проводилась с улыбками прибаутками но извините поймать человека в сантиметры над землей это уже перебор все также на вытянуто реке приподнять его и поставить обратно на грешную землю отрекнуть улыбнуться и попросить вести себя внимательнее должно быть синячится дома с таким же раздолбаем или целой когортой братьев или еще у нее в руках определенно не женская и все спокойно так размеренно уравновешено и доброжелательно вылитый будущий психолог психиатр это другое но все в итоге заканчивается завершилась и четырехчасовая беготня по разным культурным местам том же автобусе который попетляв по дорогам выплюнул нас у огромной русской избы стоящей на особицу рестораном она никак быть не могла тем не менее надпись руссколка уверяла в обратном а для особо а для некоторых над фигурной вывеской отдельной огромной панелью призывно помигивали скрещенный нож с вилкой ресторан да значит нам сюда дорога а ульянка с воодушевлением выкрепнула я на ее гвардия обменялась понимающими взглядами от меня мальчики разумно держались подальше пойдем узнаем чем сегодня кормят вот снесло а на 1 рановой рванула дверь как можно рвануть дверь можно рвануть вот дверь исчезла внутри приглядываясь и пересмеиваясь остальные последовали за ней на первом что я уже я растущий организм мне не нужны никакие места мне нужна только еда лично и сказано кстати дождитесь своей группы юной леди с едва сдерживаемая улыбкой возражал ей очередной китерю мы обязательно накормим все как только узнаю сколько вас и куда рассаживать а ты злой ничего подобного я на немедленно перестань дразнить окружающих и что сразу я на сопила девочка вы посмотрите я даже мне даже стиль такой же только вот это вот рыжая со сломанными ребрами она какая-то странная она конечно походит на вожатую из легендарной игры но не сильно это ладно растущий организм мы это уже слышали с курсия с теплохода радищи в 12 человек это уже китерю мы как раз вас ждем проходите такое сама могла сказать а вот алису испахабили прям конкретно но ты не сказала подмигнула лера учись общаться со взрослами а ты а ты я к из-за злости не находила слов а ты вообще тухлый помидор понятно то есть не согласен что ты сказала вернее ты что-то вас кого улыбнулась лера тетя кать не обусловских зрения обижает я на мгновенно юркнул за спину вожатый вожатый тут под ноги аккуратно что под ноги аккуратно значит и проигнорировав девочку лера помогла мне переступить очередной высокий порог а это она за нами приглядывала что ли я даже носом не клюнул куртки можете сдать гардероб там ничего не не напортил не смог а пытался и уже выходя из гардеробной девушек лера немного придержала меня пока все прочие не прошли в зал доверительно шепнула слушай инвалид приходи в себя уже быстрее даже у меня терпение заканчивается спасибо я попробую вот и попробовать теперь пошли жрать персональный спаситель черт возьми в итоге перестала хватать даже на не прошибаемого успокойстве железной лерки железная лерка хоть не стальная казалось бы что проще пообедать загрузиться автобусу отправиться гулять вокруг бывшего карьера что может пойти не так действительно а я могу рассказать правда почти все цензурные слова у меня почти закончились почти все почти закончились ну понимаю понимаю сценарий это не ваша поэтому цензура вымирает очень вымарает марает очень многое может выдержит поэтому дышим спокойно глубоко на счет 1 вдох 2 вдох 3 вдох 4 так дыхательное упражнение для успокоения для борьбы с дрожащими руками для приведения себя порядок вчера я каким-то вернее монологи построение предположений во я каким-то образом умудрился справиться с ужином и даже не испачкаться значит и с этим обедом должен обязан справиться к счастью запасливые сестры взяли с собой сменные штаны в том числе и для меня удобно разумеется переодеться в туалет вернее в туалет никто не отпустил меня втолкнули в крохотный закуток где в четыре руки и переодели черт 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 какое позорище позволяющие одном из славянских языков означает зрелище ох не зря ну кстати взор но может быть может быть он сегодня какой-то особенно рассеянный действительно что будем делать отправим обратно на борт с кем кому-то придется отказаться от прогулки ты же в курсе кто согласится на такое они переглянулись и хором заявили эллир она сидела на улице покусывая травинку в ожидании пока все остальные завершат обед а что она не ест что ли девочка она понятно подняла на смех хохотала до слез согнувшись приложив руки к булькающему обедом животу она уже жрала вот тварь и вот я иду вместе с ним обратно по шоссе поминутно отбиваясь от медведей капканов машин с отказавшими тормозами и метеоритов да она снова захохотала это и есть ваша благодарность за то что я дала вам спокойно посмотреть на чертовой картины тебя так хорошо получается за ним следить не ленили не подожди верка покачала головой я вам немного помогла потому что мы все оставались вместе понятно нет блондинка ты света блондинка кстати может быть я же говорю вы все равно рядом находились так что что ладно что это был за бредовый диалог я только что который прочитал а лера промокнула про про прокнула промокнула 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 видимо выступившие слезы платочком есть платочек даже у меня нет платочка объясню отдельно для блондинок ваш мальчик наркала я надеюсь это не требует доказательств и это не так выкрикнула я нам у него просто плохой день да как и прошлые пять лет лавера целая лерка злая вот погоди я ведь все расскажу дяди вики все расскажу как ты здесь злобости творила слобости расскажи не стесняйся особенно при сегодняшний день янка закусила губу вкусно если вам он так мешает и надоел наконец сказала нам я могу забрать его ой а я и не против я не хочу никуда забираться и вообще молчит и сегодня же достаточно всего сказала сделал почему я не помню чтобы у меня на лбу было овро что за отношения люди как заговорил ухмахнул ухмахнулась ухмыльнулась лера почти как разумный человека за собой посетить сам не можешь разумный человек я постараюсь вот уж нет хором заявили сестры ты уже сегодня последил катюха и столовая как раз вышла вожата и янка с видом великой я беды побежала к ней остановилась рядом с ней и о чем-то заговорила размахивая руками похоже сейчас опять все решат за вас девочки но это следует сказать что вам больше на ракоматские идеи в голову не приходили ваш мальчик все-таки нарколога огромный большой должно быть что-то очень плохое сделала прошлой жизни хотя я не верю в эту ерунду он не что хуже всего продолжила лера так как будто ее не перебивали его наркомания заразна ладно он постоянно бьется спотыкается и пачкается пачкается в общем но я заметила что подобное потом начинает приходить с окружающим ты врешься поэтому пока мы вместе я могу за ним приглядывать но остаться с ним вдвоем нет уж увольте так что тут за разборки как и всегда я катюха как и всегда голосовски пожалуй плечами лера из-за нашего хрустального мальчика хотя я бы его назвала чугунным опять зачем-то не доглядели уже ты быстро глядела мясо всех сторон порвано нигде не испачкано что случилось пока ничего но девочки решили что ему не надо идти в карьер а куда ему надо идти обратно на борт конечно с каким-нибудь сопровождающим вам может известен кто-нибудь кто хотел бы отказаться вернее кто не хотел бы отказаться от прогулки чтобы доставить мальчика на борт лера не изви я что я ничего сегодня доброе дело сделала мне за это предложили продолжать его делать до конца дня я вам кто сестра сиделка плана мрачнелую это ты сестра сиделка серая которая и ты сестра сиделка фиолетовая которая раз ты так ставишь вопрос никто никуда не возвращается забыли ну как скажешь легко согласилась лера ну что мы едем сейчас пал константинович выйдет идите пока автобус пал катюха почему нельзя его к нам в компанию взять все девочки одновременно вздрогнули а катюшка рассмеялась да так просто взяли уже как-то раз пробовал пробормотала лера и первой отправилась в салон это полагаю еще один инцидент из моего неизвестного прошлого или не моего совсем со всеми этими переселениями как ты даже тяжело разобраться кто чьей памятью пользуются прочую вину наследует до чего тут разбираться ты наследуешь и ты же пользуешься довольно просто причин по которым девочки вообще самой возится и взяли с собой и разглядеть него как не пытался будь я на их месте до в их возрасте оставил бы такую обузу дома кайпить дать оставил бы но и в общем так надо значит но они в общем так надо значит кирами опять прочитал пофиг сегодня может сегодня можно хотя и не факт меня четыре руки втолкнули в салон следя чтобы я нигде не запнулся не испачкался я повернул голову в сторону кафе название которого как я уже выяснил переводилась как красная красная кафе да очень по-русски на пороге показался и вышеупомянутый пал константинович компании девочки стаси она с грустью посмотрела на меня сквозь стекло и кивнула единственная кто был ко мне добр несмотря ни на что возможно это из-за того что и пока ни разу не пришлось со мной сидеть возможно это из-за того что она сама по себе натура позитивная но вся в сборе пал константинович стаси давайте ждем только вас идем и снова старт снова беготня по самым знаковым точкам вершка быстро еще быстрее как будто можно за один день изучить все чтобы к вечеру вернуться на теплоход и вместе с ужином переваривать впечатление на носу разглядываем двигающиеся ладогу невозможно даже в крохотных кижах кижах программа на моей памяти занимала не меньше трех дней она вала полом мы и вовсе не заглянули все в спешке круиз с кодовым названием в попыхах проверка билетов одежды и снова снова пересчет присутствующих гид с молодой улыбкой на уставшими глазами раз наверное в суд и повторяющий что вот здесь у нас руси русские альские водопады на которые на которых снимались зори тихие чуть дальше старая финская гидроэлектростанция на 7 чего гляньте есть гидроэлектростанция а на севере можно увидеть лютеранская кладбище и церковь но мы туда не попадем так как у нас экскурсия краткая и на итальянский карьер который родной брат этого но в отличие от него не затоплен тоже не попадаем даже на старый известковый завод индустриальный памятник тоже везде нужны специальные экскурсии везде нужно перемещаться неторопливо брать места сгодя и уж точно не пытаться посмотреть за пару часов решительно все а а почему ну например потому что знаменитый мраморный грохот куда можно попасть свой грот куда можно попасть только с воды ведется целую плеяду пещер для осмотра которых нужен не один день есть отдельная экскурсия на трое суток посвященная отдельным пещерам черт возьми ну хотя бы грот мы посмотреть можем взмутилась лера так и приглядывающая за мной краем глаза мы сгрудились у самого обрыва ответственно уходящего вниз на высоту пятиэтажного дома внизу блеснула прозрачная чистая вода облизывающие выщербленные мраморные моляры 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 все поводы беспокоиться из-за наркомана заражающего своим горем всех других но я уже выяснил что от меня ждут и чего опасаются поэтому благоразумно не совался на края в узкие опасные места за опять это слово заранее прогибал голову когда мы проходили под раскинувшимися вширь по южному кривыми соснами буквально в 100 метрах западу отсюда сосны все были высокие стройные на перегонки тянулись к солнцу корабельный лес что а эти росли во льгот но не всегда в достатке было воды и света забавная правиль конечно если тебя не будут давить окружающие то ты вырастешь кривым и разлапистым готовый пример для учебника педагогики мы обязательно посмотрим грот пообещал гид более того у вас будет возможность дотронуться до него так скажем собственноручно мы пойдем на лодках ура девочки переглянулись кажется у них появилось нехорошее предчувствие и она их совершенно не обманула завершив обход карьера по при по периметру вдоль налюбовавшись невероятно красивые карельской природы мы вернулись обратно автостоянку но вместо того чтобы идти в автобус резко свернули направо к узкой тропинке между камней там до поры незамеченный петлял прихотливый спуск вниз к самой воде к деревянному крохотному причалу к пятерке лодок застывших на натянутой прозрачной поверхности озера мне никто сегодня не писал еще да ладно в лодке предусмотрено пять мест предупредил гид поэтому разбейтесь пятеркам возьмем три лодки он окинул он кинул взгляд на часы у нас есть еще полчаса как раз успеем сплавать туда и обратно он загремел цепями а мы стали придумывать кто с кем поплывет разумеется вокруг меня тут же образовалась четверка сестер вожатые леры и она со своей гвардией забрали себя в компанию константиновича оставшиеся феоксиды вы забрали себе в едино личное пользование лодку на троих с гидом удобно строились ничего не скажешь вы чего ждете как оказалось шибанут шибутная девочка уже успела и забраться и рассадить всех своих и даже где-то добыть весла до усаживаемся девочки не уверена пробормата вожатым девочки кто бы сомневался немного подумал все струстроились на банке первыми какой банки и протянули мне руки давай сделал шагник наклонился и смертельный номер лера мгновенно вцепилась мне в ветровку в раз пресекая фокусы мокрых досок так что я оказался на борту почти в целости и сохранности почти не вымокший так штанины немного в воду черкнул ерунда сути не пострадал ничего кроме гордости в середину его скомандовала леона весла нам мы сами будем грести как скажете ложатая легко как бабочка спорхнула с пристани на фронт на фонарную банку все устроились но поехали и раз весла синхронно опустились в воду только не трогай ничего ладно предупредила светланка светка мне совсем не улыбается пойти ко дну посреди карьера я кивнул устальный мальчик боялся разбить себя но боялся разбить окружающих наш крохотный караван устремился навстречу отвесным каменным стенам к шести часа мы уже были на борту родищева о наконец-то мы вернулись черт я сейчас вернее я уже ждал что мы сейчас будем плавать по этой сраной пещере и выискивать что здесь не так и кто куда уплыл и утонул за спиной как плохой сон остались мои попытки вести себя хорошо держать себя в рамках мраморный грот визитная карточка карьера там холодно сыро и эхо а также дожидающая на психику 20 метровая толщина мрамора над головой я был лишь рад когда мы оттуда убрались и даже упал всего один раз лера не доглядела зато на катер забрался сам без чужой помощи и даже набор теплохода поднялся сам ошибки кстати прогресс что ни говори правда все испортил когда вышел в ресторан в парадных выходных шортах я прокинул на себя стакан здесь было шумно людно дурно слишком большое количество людей шумящих разными голосами блеск медных ручек сногсшибательные запахи что поделать вот такой уж я я подумал об этом с уже привычным унынием подсунул меня котяру удобное местечко что не говори скотина опять кто-то не слышим азыки хикал легко догадаться кто хорошо что ты на нижней палубе вернее хорошо что на нижней палубе прочка есть вздохнула вожата оттирая меня грубой серой салфеткой иначе не уверен что не уверена чтобы я делала стирала бы чтоб ты делал тебя же сменных вещей не напасешься я же не специально грюмо возразил я так никто не специально на и ходить же грязном ты вот что после ужина а вернее ты вот что после ужина собери свои вещи и неси на нижнюю палубу справишься попробую осторожно ответил я попробую обязательно я за ним прослежу не надо качала головы вожата я заметил что вечером нему куда легче справляться с собой плохая тренировка как считаешь думаю что ему еще рано тренироваться с сомнением в голосе произнесла девушку доверься мне ладно это же так просто довериться вот и я уверился как оказалось в отдельном пакете у меня лежало грязное белье выпучканные разными соусами фруктами и красками майки штаны и нательное белье сегодня к ним прибавилось вернее прибавились и вельветовые штаны я умудрился не только намочить их но и где-то и запачкать оба комплекта умудрился талант не пропьешь и понятно мои парадные выходные шорты пакет это все уже не умещалась пришлось складывать из всего моего добра огромный кому тащить на руках и кто бы мог подумать кто бы мог предугадать да да никто и никогда еще хорошо что я не выбросил для спуска вернее не выбрал для спуска внешней лестнице на палубах когда под ногой не оказалось ступеньки слишком крутой лестнице я закрепая воздух грязными майками стремился вниз перед глазами настолько отчетливо встала картина что я почти поверил вот на черную гладь ложится первая майка на обед в красной подавали мясо в каком-то мудреном соусе уверен для стил для стирки пришлось бы белье замачивать вот и замочил вслед за ней неторопливо планировали в пучину и остальные вещи оставался я только в том что нам не сейчас возможно в сумке осталось что-то но не уверен что этого достаточно пору самому броситься туда же что это еще за одеяло убежала ускакала простыня ой когда я очухался оказалось что я уже некотором роде спустился я лежал на лестнице не с головой трогая затылком нижнюю палубу все остальное тело каким-то образом расположилась на ступеньках интересно у меня что-нибудь отвалится если сейчас попытаюсь встать не попробуешь не узнаешь скрехтением пересиливая себя я с грехом с грехом пополам развернулся и встал на ноги как оказалось где-то по дороге я умудрился здорово удариться локтем то с самой больной руки который уже повредил сегодня утром чуть выше локти черная болью обрякла напрекла гематомом и со злостью плюнул ни в чем вернее пнул ни в чем не повинную ступеньку только ногу ударил что со мной это почему все что я что я не пытаюсь делать не получается сам как думаешь вот я и спрашиваю же не просто так может лера права я самом деле просто наркалыга я же там же легка на помине уронил уронил расстраивать еще есть и ее еще и тем что стукнулся по дороге я не стал хватит уже на сегодня расстройство давай помогу тебе собрать все это дерьмо она присела передо мной на корточки стала собирать мои грязные вещи спасибо не стоило нужно же тебя кто-то выручать на миг оторвавшись от сборов девушка лукаво подмигнула несет с сестрам милосердие изображать несколько минут прошло в сосредоточен средоточенном молчании но вот и все не против если я тебя провожу до стирки я как раз оттуда ты а мне не трудно все равно вечер какой-то скучный девушка забрала у меня то что я собрал свернула как-то хитро и зашагал рядом вот и лазу и по кораблю исследуя его ясно не обращал внимание на то что корабль как будто вымирает между завтраками обедами и ужинами нет ответил я хотя сам вчера еще об этом думал а я замечала набор населилось больше пятидесяти человек ты сам можешь убедиться в ресторане а их тут три и вот они поели попили и где они все теперь исчезли очевидно неужели сидят в каютах переваривать едой впечатления девушка улыбнулась она даже с нами они даже с нами не поехали смотреть город какие впечатления может быть пока мы ездили здесь были другие развлечения а меня них не говорили и мне а вот и прачечная уж не обезает не обитает уж не обижайся на к машинке я тебя не подпущу да да вот и молодец подожди немного меня снова оставили в одиночестве и я вновь обратился к внутреннему голосу так что там с моей наркоманией моим очевидно не очевидно подумай сам поймешь родей думаю очевидно же что ты что не дать о спасибо за помощь я частенько прибегал к общению с самим собой если требовалось что-то обработать но каждый раз это было будто понарошку я всегда знал что это просто монолог расписан на две роли поэтому и этот внутренний голос меня не слишком удивлял звучал также как звучала моя непроизнесенная речь с тем же с теми же обертонами только вот у него в этот раз было собственное мнение я не сказал бы что это плохо ладно шучу на самом деле твоего пьющая неловкость связана с тем что ты не тот кем кажешься и другой в смысле чужое тело чего ты вообще хотел чтобы она слушалась тебя как пошитый на заказ было бы неплохо но берись терпения пара дней на привыкание потом будет легче надеюсь ну вот и я через час можно будет забрать твои вещи чистые и сухие чем сейчас будешь заниматься забьюсь кают и буду бояться опять сделать что-нибудь не так выжду два дня как мне обещали пока не привыкну а я гулять по палубам пошли со мной а если опять двера снова улыбнулась искренне так открыто я же за тобой сегодня следила и нормально следила как мне показалось следила следак но я опять прослежу мне не трудно пошли чё это на дух такая дружелюбная ок сестрам она такая ой мне не нужен ваш побитый заберите его обратно я не буду сидеть с ним еще и прогулку пропускать а теперь пошли погуляем нет но перед тобой тут на корточках посижу улыбаюсь тебе и и мы пошли скучный коридор и разбитый по краям десятками дверей с разными номерами в невозможно крутые лестницы в плеск риск воды и переговоры за стен сам по себе теплоход не был таким уж большим будь я в старой форме я бы мог пересечь его минут за пять нетропривого шага но во-первых я не был старой форме а во-вторых мне передвига мы передвигались довольно медленно крадучись никого вокруг не было никого как будто все вокруг вымерли или ушли нас забыли или мы остались единственными пассажирами корабля призрака вернее сказать теплохода призрака так теплоход и есть корабль разновидность кораблей лера бывают призраки теплоходов бывают даже призраки городов не поворачивая головы ответила она тише кажется я что-то слышала если я ничего не перепутал мы сейчас находились под самой кормой корабля где-то выше нас по плану находился второй ресторан бар-ресторан я там ни разу не был но большинство взрослых в нашей полу выходила именно туда откуда-то сверху что музыку слышишь слышу и в самом деле когда ли я рассказала мне про музыку будто отодвинули ширму тишины скрывающую от меня окружение в раз стали громче и ярче звуки почти не слышимое гудение двигателя будто приблизилась и превратилась в вполне развлечимый гул а сверху донеслись неланхоличные клавишные переборы кажется там кто-то играет сходим посмотрим но пошли надо лестницу найти на слух ориентироваться было проблематично рояль звучал ненавязчиво негромко но играл почти без перерыва без перерыва честно сказать найти источник звука довольно проблематично бывает потому что все-таки звук отражается почти всех поверхностей так что у нас было достаточно времени и на то чтобы найти лестницу и на то чтобы подняться вверх и и даже на то чтобы зайти под горящие белым буквы панорама здесь не было никого а ужин уж и закончился официанты убрали со столов помыли пол выкручили свет во всем зале кроме названия ресторана горели всего две лампочки высокой стойкой бара и над роялем именно его звучание приманило нас как песни морских сирен закончилась мелодия началась новая такая же негромкая и меланхоличная тайна заброшенного теплохода шепотом произнесла лера она легонько покачала головой в такт но не двигалась с места то ли не хотела выяснять что играет очередной без реки кидель то ли для нее в принципе не имело значения кто и что играет мелодия казалось заворожила ее а я остро почувствовал себя лишним так бывает когда играет что-то будящим будящая будящая в тебе принадлежащая лишь тебе твои личные переживания и только твою память губы девушки приоткрылись а глаза облеснули она вся была уже не здесь лунная соната нет да это она по ходу как будто по ее душу явился личные гамеринский крысолов с дудочкой я не был уверен что она услышала в этой мелодии но каким-то чутьем выяснилось что не стоит сейчас портить магию момента так и стоял слушал изо всех сил старался не мешать это у меня получалось иногда лучше всего просто не мешать замереть не дышать усмирить поле энтропии вокруг чтобы ничего не попадала вернее чтобы ничего не падала не ломалась и не взрывалась важно кивать в такт и молчать молчать пока мелодия не закончится и крохотная магия момента развеется как дым на ветру девушка встряхнется живет в глазах снова появится бездонная осмысленность смысленность и она со смешкой спросит ну что замер счастливчик в ее устах это не звучит даже издевкой мы же оба в курсе как мне на самом деле хорошо со всеми кто добровольно взвалил на себя на ношу заботу об одном юном недотёпе оба пока мы шли от прачечной каждый по своим каютам девушка была непривычно притихшей глядящей будто внутрь себя что-то неслышимо повторяла шевеля губами это не мешало ей уберечь меня от нескольких дверных проемов и коварной ступеньки некоторые вещи порой работали сами без участия человека так бывает моя каюта спасибо что приглядела за мной уже а как мы она засмеялась и махнула рукой не за что обращайся если вдруг что нужно спокойной ночи она хлопнула меня по плечу и умчалась дальше по коридору а я отправился спать что ж а я отправился сохранять игру потому что продолжим с вами в следующий раз ну а пока что такие дела а ну а м Субтитры создавал DimaTorzok